МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА События в Сирии наглядно показали террористы, способные не только посеять панику в отдельно взятых городах, но и дестабилизировать ситуацию в целой стране. А если угроза есть, к ней нужно быть готовым. Большие маневры коллективных сил быстрого реагирования странно-ДКБ в Беларуси, взаимодействия 2013 и Запад 2013 учли самые невероятные сценарии развития событий. Из района проведения контртеррористической операции репортаж Алексея Потаповича. Тысячи солдат, сотни машин, десятки звеньев самолётов и вертолётов, всевозможная бронетехника. Со стороны это и вправду напоминает настоящую войну. И патроны в автоматных магазинах, и снаряды в казённиках орудий боевые. Условный в этих учениях только противник. Главная особенность нынешних учений – участие в них не только белорусов и россиян, которые за предыдущие годы уже успели неплохо сработаться, но и бойцов из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в рамках учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Несмотря на достаточно холодную погоду сегодня на полигоне, подосиповичами горячий день, прямо за моей спиной непосредственное место ведения боевых действий. За ходом операции наблюдает высшее военное руководство ОДКБ. И пусть бойцы коллективных сил оперативного назначения говорят на разных языках, это не помешало выполнению боевой задачи. Не смогла испортить оперативные планы и пасмурная погода. Десантники готовы выполнять поставленные задачи при любых метеоусловиях. Погода, естественно, немного была испорченная. Но, несмотря на это, военнослужащие республики Казахстан, я считаю, задача, поставленная командующим ОДКБ Ксора, выполнена на оценку отлично. Здесь, на полигоне под Осиповичами, в Могилевской области, подразделениям ОДКБ противостояли группы боевиков и наемников, которые, по легенде, учения развернули наступление на отдельно взятый район. Контингент коллективных сил оперативного реагирования показал себя с лучшей стороны. Наступавших уничтожили совместными действиями авиации, артиллерии и мотопехоты. Выполняли задачи по блокированию и уничтожению выявленного НВФ противника на полигоне Осиповичский. Считаю, что все задачи, которые сегодня были поставлены перед контингентом войск, были выполнены точный срок в соответствии с замыслом проводимого учения. Главная цель учения – отработка охраны государственных границ, как союзного государства, так и стран ОДКБ. Тем более, что у одной из стран-участников договора в соседях неспокойный Афганистан. Решением саммита ОДКБ, недавно завершившимся в Сочи, Республике Таджикистан, будет оказана всесторонняя помощь в укреплении границ. Речь идет, прежде всего, о военно-технической помощи. Это помощь вооружениям, специальными средствами, средствами для охраны границы, экипировкой для военнослужащих границы. Речь об этом идет. Это первый этап. А второй этап – это формирование межгосударственной программы технического оснащения границы с Афганистаном. И в этой работе будут принимать участие все наши государства. Тема сохранности границ беспокоит и европейцев. Однако многие из них угрозу видят как раз в нынешних учениях Союзного государства и ОДКБ. Действительно, маневры нередко проходят непосредственно вблизи границ Евросоюза. Но даже европейские военные понимают – проводить такие учения необходимо. Я думаю, что для всех, которые серьезно думают про борьбу против терроризма, для всех этих стран и специально для вооруженных сил, одна из важнейших задач – быть готовыми воевать против терроризма, против террористов. Из-за этого я могу сказать, что и Венгрия, и другие страны, НАТО, и Россия, и Белоруссия должны быть готовы. Официальный Минский еще раз заявляет – учения, проводимые вблизи границ ЕС, несут в себе агрессии и направлены только на укрепление обороноспособности. Мы пригласили всех желающих в военные атташе, наблюдателей есть от других стран. Мы ничего не скрываем. Тематика чисто оборонительная, тематика, касающаяся, еще раз говорю, безопасности и стабильности нашей страны. В крайний день маневров союзным армейцам предстоял самый серьезный экзамен. Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин лично провели инспекцию готовности войск к выполнению боевых задач. Последний день учения «Запад-2013» прошел на Горском полигоне Подгродно. По легенде, подразделения Белоруссии и России обороняли границу союзного государства от нападения боевиков. Увиденным президенты остались довольны. Рядовые бойцы и их командиры показали, что готовы к совместным боевым действиям. А это значит, что граница и союзного государства, и страну ДКБ под надежной защитой. Алексей Потапович, Вадим Трусов, Григорий Дульский. Союзники. Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова